Ну что ж, я всех приветствую в магазине Технопарк в Санкт-Петербурге, где у нас сегодня пройдет такая камерная презентация в неформальной обстановке для участников программы лояльности. Я просто расскажу вам про основные функции, простыми словами, без вот этих заумных цифр, там, мегагерц, это все ерунда. Я просто расскажу вам, чем отличаются новинки Samsung, и вы сами сможете, чтобы вас ночью разбудить, чем отличается S24 от S24 Ultra, и вы сможете просто спросом и ответить, даже не задумываясь. Также у нас еще идет и онлайн-трансляция для всех остальных зрителей, которым я также расскажу про новинки, про особенности и, конечно же, про искусственный интеллект, который внедрен в абсолютно все эти модели. Но имейте в виду, что если вы станете участником программы лояльности, то в следующий раз вы также имеете возможность попасть на подобное закрытое мероприятие. Мы находимся сейчас в одном из инновационных центров, и тут, как вы можете заметить, как будто бы в музей попадаешь, куча экспонатов, техника, которая, вот честно, даже не совсем понятна для чего надо, но выглядит классно. Ну, по крайней мере, я когда прихожу, я реально как в музее. Всегда что-то есть новое, что-то интересное. И, наверняка, вы заметили бьюти-зона. Это тоже такая фишка у технопарка, куда можно прийти не просто посмотреть на гаджеты для красоты, там фен или стайлинг, я, честно, не особо разбираюсь, но здесь это можно и попробовать с опытными стилистами. Мне кажется, что перед праздниками очень актуально будет. Ну, а теперь давайте к новинкам и розыгрышу. И, помимо всего прочего, чтобы, ну, не просто прийти послушать, да, а еще и урвать приз, у нас будет возможность у вас, у каждого, выиграть наушники Galaxy Buds FE, и у онлайн-зрителей также есть возможность. Ваша задача очень простая. В комментариях вы должны предположить, как будут выглядеть смартфоны или презентации смартфонов через несколько лет. Если сейчас акцент идет на искусственный интеллект и на нейросети, да, все это внедряется в смартфоны, то чего нам стоит ждать, там, ближайшие 3, 4, 5 лет? Мы ждем от вас креативных идей, не факт, что они будут воплощены в жизнь, тут исключительный полет фантазии, самый необычный вариант, а также получат вот такие наушники Galaxy Buds FE. Ну, а теперь к нашим новиночкам от Samsung, всего их три, модели S24, S24+, и S24 Ultra, которые внешне практически ничем не отличаются. Ну, кроме разве что размеров, и самая младшая модель, это, естественно, S24, и чтобы не быть многословным, давайте мы ее прямо откроем, у нас будет еще анпакинг, мы посмотрим, как это все дело выглядит, чтобы наглядно сравнить размеры. И вот у нас первый момент, вот эти штучки оказываются не очень надежными, но это не беда, смартфон открывается. Есть несколько вариантов цветов, которые доступны для всех моделей, вот это у нас самая младшая, Galaxy S24, есть серый цвет, черный, а также еще желтый и фиолетовый. Все четыре смартфона в одинаковых цветах, единственное, что Ultra у нас выполнен в Титане, и я думаю, мы сейчас визуально это отличие заметим. Самый младший смартфон, но не значит, что самый плохой. На самом деле, отличие вот техническое, оно минимальное. Здесь самое главное – это размер. Вот это просто маленький, аккуратный, компактный смартфон, ну, вот лично для меня он, наверное, будет мелковат. Именно для этого существует модель S24+, которая, собственно говоря, отличается только размером экрана, и больше нет вообще никаких отличий. И тут уже, ну, вы думаете, да, допустим, на подарок, о, кстати, фиолетовый цвет, выглядит красиво. Ну, и на подарок здесь, я думаю, очевидно, это маленькую, аккуратную женскую ручку, да, а это, ну, вот уже ребятам побольше по типу меня. То есть, если бы я покупал, я бы брал вот такой большой. Технически они ничем не отличаются. Во всех присутствует обновленный искусственный интеллект, все фишки абсолютно одинаковые. Я вам даже больше скажу, в Galaxy S24 Ultra точно такой же экран. По размеру чуть больше, но по характеристикам они абсолютно ничем не отличаются. Ну, а по внешнему виду здесь уже, конечно, отличия есть. Это вот как раз о том, о чем я говорил, что если вдруг у вас кто-то спросит, а чем отличается Ultra от обычной версии. Кроме того, что он больше. Ну, у него объективно другая форма. Он такой квадратный прям, да, этот скругленный, и здесь больше камер. И, собственно говоря, это главное отличие в камерах. Но про фишки я сейчас пробегусь подробно. Как раз-таки на примере модели Ultra, потому что здесь самая современная камера. Я говорил, что не будет никаких заумных цифр и так далее, но единственное, что стоит упомянуть, все-таки это количество мегапикселей. В модели Ultra здесь 200-мегапиксельная камера, в обычных смартфонах 50-мегапиксельная камера. Вот и все отличие. Также здесь присутствует 100-кратный цифровой зум, 5-кратный, оптический, настоящий, прям мощный. В моделях младше – трехкратный. Вот и все отличие. Все остальное будет то же самое. Ну, и у меня уже есть один смартфончик вот такого цвета. Это Galaxy S24 Ultra, на котором я буду показывать, собственно говоря, что он умеет и в чем заключаются инновации. Это вот для людей, знаете, которые от года к году спрашивают, ой, да там вот ничего не изменилось, там просто камеру добавили, она стала чуть-чуть лучше. Нет. В этом году действительно смартфоны стали прям мощнее, лучше и стильнее. Самое главное изменение в дизайне, по крайней мере, в Ultra, во-первых, это корпус, он титановый. То есть, если вы хотите, чтобы у вас в руке вот был не просто кусок металла и стекла, то, естественно, это надо брать Ultra, это статусно, это, ну, у вас в руках титановый смартфон. Это даже звучит классно. Здесь используется сплав алюминия. Тоже неплохо, но титан как-то солиднее звучит. Это первое отличие. Второе отличие, убрали экран-водопад. Это вещь, которая была очень спорная, скажем так, долгое время, кому-то он нравился, кому-то не нравился. Сейчас смартфон просто квадратный, ну, прямоугольный, без скругленных граней. И чем он не нравится, его можно просто поставить. Вот, и он стоит. По-моему, это классно. Предыдущие модели таким похвастаться не могли. Ну, а теперь, к слову, об искусственном интеллекте. Я не буду вам рассказывать там про то, что экран стал более ярче. Это происходит каждый год. Экран чуть ярче, процессор чуть мощнее, батарея чуть больше. Камера, ну, вот камера, да, она стала значительно лучше, но к ней мы вернемся чуть позже. Что такое искусственный интеллект в смартфоне? Я думаю, все слышали, да, нейросети, искусственный интеллект. Но как это будет вам помогать, да, и на что он способен? Вообще, вот, чтобы меня не слушать, да, или там, допустим, интернет-сайту сейчас не смотреть, можно просто прийти в технопарк, в демо-зону, взять вот такой смартфон, и тут есть вкладка советы. По факту здесь перечислены все функции, все, на что способен этот смартфон. Но это все сухой текст, я вам сейчас просто это покажу наглядно, а мы можем прямо даже по этому списку пойти. Самая крутая фишка, которая была показана на презентации, и очень часто на официальных презентациях показывают какие-то крутые возможности, а ты потом покупаешь смартфон, и, ну, как-то оно работает не так или вообще не работает. И вот здесь я прям реально удивился, что все работает прям как заявлено. Смысл в чем? У нас есть камера смартфона. Мы можем ей делать фотографии, вкладывать в социальные сети, фотографировать счетчики, это все понятно. Но теперь мы реально можем, вот, если нам что-то понравилось, вот опять же обращусь к вот этой штуке. Я не знаю, честно, что это такое, какой-то вертолет, да? И вот мне захотелось ее купить, например, или просто узнать, что это такое. Я просто вот так обложу, даже не совсем ровно, да, и видим, опа, ссылка на магазин Технопарк. Подводный скутер. Интересно. Опять же, вот так нажимаем, переходим на сайт Технопарка и уже изучаем более подробную информацию. И это работает абсолютно, вот, совсем. Я тут несколько часов ходил, просто разные объекты мониторил. И совсем это работает. Ну, вот, допустим, смотрите. Сделал красивую 200-мегапиксельную фотографию вот в той зоне. У меня какая-то вот то ли ваза, то ли что-то такое. Я просто нажимаю вот так. У меня загорается вот такое интерактивное меню. И опять же, я могу пальцем, могу стилусом, как угодно. Вот не особо ровно обвел. Объект найден. Хопа, смотрим, что это такое. Это у нас очиститель воздуха от компании Borg. Опять же, сразу ссылка на Технопарк. Можно купить. Работает безупречно. Ну, по крайней мере, вот, все, что я здесь обводил, все работает. И это, пожалуй, вот одна из первых функций, которая действительно базальна на презентации. И работает прям так, как это было заявлено. Это круто. И с этим можно прям играться очень долго. И работает очень быстро. Дальше идет огромный список. Вот я вам прям показываю. Здесь много работы с текстом. Все мы знаем, что нейросети способны генерировать текст. Там даже курсовую способны в универе написать. И вот это потихоньку внедряется в Samsung, притом в оффлайне. Ну, то есть просто нейросеть, ну, никого не удивит. Как бы ее можно скачать на любой смартфон. Посмотрите, здесь это вшито и работает в оффлайне. Единственное, что не со всеми языками. Я вот здесь проверил. Переводчик, например, да. Очень актуальная функция. Сейчас я пытаюсь вспомнить, какой именно. Просто их здесь очень много. Перевод разговоров. Вроде как вот это. Попробовать. Да. Она не работает с русским языком. И об этом было сказано на презентации. Но это пока. Но, с другой стороны, я не считаю, что это прям минус. Потому что, если мы хотим перевести какую-то фразу экстренно без сети, это вряд ли будет, ну, допустим, там около дома. Скорее всего, мы едем куда-то за границу, правильно? И маломальский, мы знаем английский язык. Я вот уже заранее закачал сюда английский и испанский языки. Смотрите, отключаю Wi-Fi. Ставлю режим полета. По крайней мере, днем это работало. Давайте посмотрим, будет ли работать это сейчас. Ну, какой вопрос? Вот, допустим, я оказался в Испании, и мне нужна... Ой, она продолжает дальше. Ну, в общем, вот такой пример использования, что без интернета даже в другой стране с заранее закачанным языком. Тут стоит упомянуть, что это не просто магия. Я заранее скачал испанский, скачал английский язык. И таким образом даже без интернета я в другой стране не пропаду. Также там есть еще китайский, французский, корейский. Ну, короче, русского пока не завезли. Когда завезут русский, я думаю, что путешествовать станет намного проще. Ну, потому что для многих людей все-таки есть языковой барьер. И Samsung активно, соответственно, принимает участие в том, чтобы этот барьер разрушить. Еще одна классная функция вот именно работы с текстом, которая меня тоже поразила и которая работает на русском языке, это, во-первых, правописание. Давайте вот я написал вот такой текст. Ну, он коротенький. Давайте я зачитаю, чтобы было понятно. «Прошу прощения, сегодня не смогу быть на работе». Ну, вот такое, короче, сообщение, отговорка для начальства после бурных праздников, скажем так, которые нас сейчас всех ожидают. И вот, ну, хочется, чтобы это выглядело как-то более презентабельно, что ли. Ну, и без ошибок, да, вот сегодня. Как я вообще умудрился такое написать? Искусственный интеллект. Тут, наверное, все-таки нужен интернет, на всякий случай я его подключу. Смотрите, орфография и пунктуация. У нас началась проверка. Ну, это как бы базовая функция. Смотрите, сегодня заменилась на сегодня, поставились запятые, просто откорректировался текст. Возможно, даже полезно будет школьникам, да, как для обучения. Ну, в моей молодости такого не было. Офигенно классная функция. Но не самое главное. Больше всего меня поразило, опять же, вот у нас текст, стиль письма. Вообще не думал, что когда-то кто-то сможет придумать такую функцию. В общем, она здесь меняет наш текст под разные ситуации, да. Ну, вот если мы говорим, что это объяснительное для начальства, да, то вот первый вариант. У нас было вот там, извините, сегодня не могу быть на работе. Приношу свои извинения, запятая, но сегодня не смогу присутствовать на рабочем месте. Точка. Вчера отмечал, ну, вот сразу серьезность чувствуется, правильно? И это не яросеть придумала, это не я. Это вот она генерирует прямо при нас. Также, смотрите, есть повседневный стиль. Или вот, больше всего мне понравился соцсетями. Он здесь автоматически ставит хэштеги, еще и смайлики. По-моему, это вообще суперкруто и работает уже сейчас с русским языком. К сожалению, остальные функции по типу прямого перевода чатов на другой язык, которые здесь также есть, но без русского языка. Также аудиозаметки без русского языка переводят. И прямой перевод телефонного разговора. То есть можно позвонить человеку куда-нибудь в Китай, например, да, по-деловому, и Samsung автоматически будет все переводить. Но если вы общаетесь, например, на английском, на испанском или на французском, будем очень ждать, когда добавится русский язык, и тогда это станет вообще чуть ли, наверное, не главной фишкой. Ну, ты покупаешь смартфон со встроенным переводчиком. Это же вообще классно. И, в общем-то говоря, по тексту, наверное, это все. Но, как мне кажется, это классные функции. По крайней мере, раньше таких не было. И это первый такой смартфон, который это внедряет и активно еще развивает. Осталось только дождаться русского языка. Помимо этого, что у нас умеет делать нейросеть? Я думаю, что вы очень много в социальных сетях видели, как генерируются различные картинки необычные, красивые по запросу. Но многие люди, например, не знают, как пользоваться этими приложениями, да, или какие идеи. Ну, то есть ты, допустим, зашел в эту нейросеть, ты просто не знаешь, что написать. Samsung сделала немножко проще. И, самое главное, функциональный. Мы получаем не просто бесполезную картинку, а сгенерированные обои. Короче, здесь вот такой максимально простой конструктор, где мы выбираем, ну, стилистику, например, да, вот с мягким фокусом, когда у нас вот такой объект, красивый, размытый. Мы выбираем, что мы хотим здесь видеть. Вот там листочки, например, да, или что здесь еще есть. Бархатцы, маки, вообще все что угодно. И цвет, ну, допустим, синий. Вот эти синие листочки создать. И у нас создается не просто картинка бесполезная, которую мы там в соцсети выложим, да, там соберем лайки, а это прям генерируются обои. Мы их можем прям сразу поставить. Вот эти, по-моему, выглядят классно. Все, мы их сразу ставим на оба экрана. И вот если у нас старые обои наскучили, или просто не знаю, что поставить, вот картинка, которую мы только что сгенерировали. И таких бесконечное количество может быть. Наскучили обои, пару кнопочек нажал, не надо искать там, где их скачать. У меня, например, бывает такая проблема, не могу скачать на большой хороший экран, да, обои в хорошем разрешении. А не надо, ты можешь их просто здесь создавать. Точно так же здесь можно создавать обои из собственных фотографий и даже немного с этим поприкалываться. Samsung, я думаю, понимает, что мы любим ставить там свою вторую половину, например, на обои или детей. И они решили как-то, ну, это разнообразить, чтобы не были просто фотографии. Да, они, безусловно, классные, но нужно как-то внедрить что-ли, что-то прикольное, что-то интересное. И вот я сейчас покажу на примере. Ну, вот просто там фотография, вот я. Секунду. Ну, вот я просто сфотографировался. Ну, просто селфи, да. Ну, соответственно, там потом можно любую другую фотографию. И опа, она вот в такую рамку. Они бывают разные. Их можно переставлять. И видите, она автоматически обрезает. Получается такой как бы эффект глубины. Выбрали цвет. Хоба. Классно. Все, готовы новые эксклюзивные прикольные обои. Меняешь вообще хоть каждый день. Не хочет он почему-то ставить такую красоту. Вот все поставил. Это вот что касательно обоев. Но мы давайте переместимся к основным функциям. Это, конечно же, камера. Еще раз повторюсь. Здесь 200-мегапиксельный сенсор. Опять же, много есть споров в интернете, нужен он или не нужен. И вот тут, я еще раз повторяюсь, главное определиться для себя. Прийти в магазин, тоже, да, технопарк, подержать в руке просто какой вам больше в руке нравится и от этого уже отталкиваться. Главное отличие вот эти 200-мегапикселей. Ну вот у меня, допустим, сейчас стоит 12-мегапикселей. И для того, чтобы показать вам функционал, этого будет более чем достаточно. Самая частая причина редактирования фотографий. Помимо дьюти-красоты и прочего, естественно, здесь есть эти фильтры, но они есть уже несколько лет. Тут скорее вопрос в том, что на фотографии может быть лишний какой-то мусор, и для этого нужно там просить кого-то с фотошопом или какое-то приложение там как-то разбираться, и все это иногда бывает очень тяжело. В Самсунге решили все это упростить и доверить искусственному интеллекту. Вот я сделал такую классную фотографию на фоне технопарка. Ну вот мне не нравятся вот эти рамки. Я думаю, что многим они, в принципе, не нравятся. Да, вот бы их убрать, но нельзя. Вживую нельзя убрать, а здесь мы совершенно спокойно можем. Вот, прям в прямом эфире. Я ее просто обвожу, опять же, не очень ровно. И искусственный интеллект сам понимает, говорит, ага, вот это рамка, давай-ка мы ее удалим. И бац, ну тут чуть-чуть осталось, но мы ее опять же так обведем, хоп, опять же удалить. Бац, все, рамки нет. Абсолютно чистая фотография. То же самое касательно лишних каких-то людей на фоне. Вот на пляж, если приезжаем, да, ну на пляже частая проблема, хочется красивую фотографию. Ты либо стоишь в очереди, я реально такое видел, что люди стоят в очереди на каком-то красивом месте, чтобы сфоткаться без людей. Можно теперь не ждать. Одну кнопку, вот вы сами видели, просто нажимаешь кнопку, и объект удаляется. Помимо этого, если вдруг нам кажется, как будто бы селфи недостаточно широкое, хотя здесь широкоугольный модуль, но вот нам хочется больше. И сейчас я найду какой-нибудь яркий пример. Ну вот, допустим, я опять же селфи сфотографировался, как будто бы очень близко. Хочется пошире. Там голова обрезана, все это некрасиво. Кнопочка специально искусственного интеллекта. Я просто вот так поворачиваю, например, и нажимаю сгенерировать. И я не знаю, каким образом, но нейросеть, искусственный интеллект просто берет и дорисовывает эту картинку до полноценной. И самая главная разница, в старшей модели в младшей, будет заключаться только в том, что ультра сделает это чуточку быстрее. То есть младший, самый обычный Galaxy S24 умеет все то же самое. Ну и вот, смотрите, что у нас получилось. Вот как оно было до. И вот, голова уже не обрезана, более широкая. Ну, такое уже даже не стыдно выкладывать. Если что-то лишнее попало в кадр, это можно опять же вырезать. Все, как я вам показывал. Остались ли еще какие-то фишки? Конечно, остались. Для тех, кто... Кто-нибудь вообще пользовался Samsung Galaxy вот именно ультра-версией? Никто ни разу не видел... Ультра — это вот у которого самые крутые камеры. Вот, давайте будем отличать так. Ну, тогда еще не было прям таких крутых технологий, как здесь, например, 100-кратное увеличение. Оно цифровое. Как я уже сразу обозначил, здесь 5-кратный вот этот телемодуль, то есть он вот как на камере, на обычной, да, вот на такой. Он увеличивает 5-кратно без потери качества, все классно. Дальше уже вступает именно искусственный интеллект и дорисовывает картинку. И, в принципе, Samsung этого не скрывает. Он не говорит, что вот мы прям классно фотографируем, есть искусственный интеллект. И вот чтобы далеко не ходить, ну, какой-нибудь пример я вам покажу. Вот это как раз 5-кратный зум. Это максимум, насколько смартфон... Давайте вот, чтобы всем было видно. Это максимум, насколько смартфон может приблизить без потери, казалось бы, качества. Есть еще 10-кратный, и вот мы видим, какая-то штучка есть на ноге. Вот видите беленькая? Вот, ее даже так-то, ну, сложно заметить, но вот я как раз искал специальный объект, чтобы протестировать 100-кратное увеличение, чтобы всем было видно. У нас активируется ползунок, мы приближаем, и мы видим цифры. И это даже еще не 100, это только 64. Вот максимальное увеличение. Оба. B, 0, 2, 3, 3, 3, 2, 7, 9. Ну, середине номера, очевидно. И это вот с такого расстояния, вот как у нас было. Это просто, ну, как вот пример, именно по цифрам, работает с абсолютно любыми объектами. Искусственный интеллект дорисовывает вообще все, в том числе, там, животных, людей и так далее. И это выглядит просто потрясающе. Ну, и, естественно, 200-мегапиксельный модуль, это тоже самое главное отличие. Не все люди понимают, зачем он нужен. Кому-то он, может быть, в принципе, действительно не нужен. И тут, ну, я даже не знаю, на самом деле, что сказать. Если вам нужна именно супер детализированная картинка, и там вы занимаетесь фотографией, наверное, это имеет смысл. Но если вы фотографируете свою кошку, там, и счетчики воды в основном, ну, наверное, супервысокое разрешение там не важно, и поэтому имеет смысл присмотреть другую модель, ведь функционал там будет абсолютно такой же. Собственно говоря, это основные AI-функции, которые появились в смартфонах. Все остальные изменения, скажем так, они не особо существенны. Реально стал чуть лучше экран, он стал чуть более яркий, изменились материалы. Первый такой титановый Samsung, не особо тяжелый, приятно лежит в руке. И с прямой гранью. И главная фишка, ну, по крайней мере, которую я применяю вот в этой прямой грани, сейчас я вам ее покажу. Кстати, стилус. Есть, кто не знал, в Samsung присутствует стилус в ультра, кстати, версии. И, да, в ультра-версии. И, ну, не все понимают, зачем он нужен, но вот лично, как я использую. Во-первых, это быстрая заметка. Если нам нужно что-то записать, мы даже, нам не нужно открыть никакое приложение, просто достали стилус, у нас начал работать экран. Ну, какая-нибудь заметка, не знаю. Там, сегодня, там, в 19.00, да, ну, там, сходить в кино, например. И мы просто нажимаем на вот эту кнопочку. И у нас теперь есть два режима работы экрана. Есть Always on Display. У нас всегда эта заметка, вот если один раз тапнуть, она появляется, она всегда на виду. И вот, ну, просто быстрая заметка, чтобы потом она стеркала, как крестик на пальце, да, например. А если тапаем два раза, у нас уже открывается непосредственно наш экран. Вот, это просто один из примеров использования стилуса. Так как искусственный интеллект построен в основном на обводке каких-то объектах, их удалении и так далее. Пальцем это, может быть, делать не всегда удобно. Опять же, это можно сделать стилусом. Ну, а я, как блогер и как фотограф, чаще всего использую другую функцию. И раньше ее нельзя было использовать, потому что смартфон был скругленный. А теперь, ну, вот, смотрите, я, допустим, вот так его поставлю. Хоп. Отойду вот сюда. И вот, если мы хотим сделать селфи удален, я просто вот так кнопочку нажимаю на стилусе. И у нас делается фотография. Не надо больше просить каких-то людей там сделать фотографии. Все. Просто поставил смартфон, нажал на стилусе, фотография готова. И таких, на самом деле, моментов применения стилуса и новых технологий, их очень много. К сожалению, я их, наверное, все сейчас озвучить не смогу. Но если вы зададите ваши вопросы, у нас хоть есть микрофон? Вроде как. Поэтому вы можете спрашивать все, что вас интересует. Я вам отвечу на эти вопросы. Ну, а потом мы проведем розыгрыш, и в том числе среди тех, кто оставлял креативные комментарии. Есть у кого-нибудь вопрос? Есть вопрос? Возьмите микрофон. Сколько стоит эта модель, которую вы рекламировали сейчас? Смотрите, как я уже сказал, да, три смартфона в линейке с разным объемом памяти, и самые дешевые начинаются, получается, от 89 тысяч за 128 гигабайт. С пятью камерами. Что? С пятью камерами. С пятью камерами, насколько я помню, цены начинаются... Максимальный объем это вот как раз на терабайт, и такая модель обойдется уже в районе 180 тысяч рублей. Ну, это вот как раз то, о чем вы говорили, когда у вас в руках титановый смартфон с 200-мегапиксельной камерой и полным-полным-полным фаршем. Но, опять же, вопрос, нужны ли вам вот все эти навороты, ну, он уже остается непосредственно для людей. Проразил фокус вот стилус, когда вы нажали и фото произвел. Да, вот это классно, да. Стилус — это рабочая штука. Просто не все даже знают, что им можно не просто рисовать, с ним можно даже показывать презентации, у него есть разные жесты. А он реально работает как бы оширная палочка. Тут можно запрограммировать, допустим, нажал, вот так покрутил, и там произошло одно действие. Музыку переключать, картинки листать, да вообще все, что угодно. Я всегда говорю, что стилус — это очень удобная штука. Не просто писать, а еще производить волшебство. Так, есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Ну, видать, теперь вы сможете даже, как я сказал, с просони отличить Galaxy S24 от моделей S24 Plus и S24 Ultra. И я тогда предлагаю переходить к розыгрышу призов. Для начала давайте почитаем комментарии. что люди нафантазировали, ну, как будут выглядеть смартфоны через несколько лет. У нас тут есть специально обученные люди, которые читали эти комментарии за меня, и я прочитаю сейчас только самые лучшие. смартфоны, которые будут заряжаться по Wi-Fi или по Bluetooth. Ну, вообще, наверное, было бы удобно, такая как бы бесконтактная зарядка, но на расстоянии, но вряд ли реализуемая, конечно. Как говорится, многие из нас, наоборот, отключают Bluetooth и Wi-Fi, чтобы сэкономить заряд, но точно не чтобы его поднять. Было бы круто, если бы телефоны заряжались через воздух просто, как это хотелось бы сделать Tesla, чтобы электричество было буквально в воздухе. По сути, плюс-минус, да, такая же идея, но, наверное, люди с кардиостимуляторами такую идею не оценят. В будущем на презентации смартфона будет такая фишка, как голограмма этого самого смартфона перед зрителями в зале и теми, кто смотрит трансляцию презентации. Ну, не знаю, насколько это удобно, но, с другой стороны, если вот я перед телевизором смотрю, да, как показывают новые Samsung, и он прямо передо мной появляется, я могу его так вот покрутить, возможно, возможно, это было бы, кстати, прикольно. Полюбоваться многие телефоны будут... А, ну, очевидно, что по-любому через несколько лет многие смартфоны будут растягиваться, так как сейчас уже высокая плотность пикселей, ла-ла-ла, и можно будет растянуть экран и сделать телевизор в кармане. Ну, вообще, да, было бы классно, тем более, что уже ведутся, скажем так, разработки, да, в этом направлении. Захотел, сделал экран побольше, там, чтобы посмотреть фильм, да, в карман положил, сделал поменьше. Это неплохо. Смартфоны будут гибкими и при этом не сломаются в руках. Смайлик. Я уверена, запятая, что зарядка... Такое ощущение, что человек уже через этот генератор, который текст преобразует, писал комментарий. Зарядка сократится до 10-15 минут и, главное, появится запах. Можно будет его ощутить. Интересная идея и, самое главное, оригинальная. Смартфоны, которые генерируют запах. Наверное, не всегда была бы полезная функция, особенно, когда листаешь свою ленту в социальных сетях. Смартфоны, которые смогут проецировать голограммы. Я думаю, тоже было бы неплохо, но, наверное, очень и очень нескоро. И чехлы с арома-картриджами, которые позволяют ощущать запах цветущего сада, глядя на видео или фотографию, а также позже сигналы, которые транслируются в мозг и будут вызывать импульсы в тех зонах, отвечающие за эти ощущения. Так, ну, здесь, мне кажется, уже перемудрили. Выглядит, как что-то из фильмов про будущее, где все не очень классно. И мне кажется, что самая классная идея это смартфоны, которые генерируют запах. Представьте, что вот обои, которые мы сейчас создавали, там, с цветочками, с листочками, мы создали картинку, и смартфон, бах, выдал вот такой аромозапах. Мне кажется, это классная идея. Не факт, что реализуемая, но хотя бы звучит довольно классно. человек с ником Пушист Пушистый. Это был твой комментарий. Мне он показался очень оригинальным, очень классным, и я думаю, что ты достоин получить вот такие наушники Galaxy Buds FE. Теперь тебе нужно связаться через оригинальный аккаунт Technopark в Instagram и предоставить, допустим, скриншот своей страницы, чтобы подтвердить, что это ты, и тогда ты получишь свой подарок. Вроде бы инструкции не особо сложные, так что обязательно напиши Technopark в Директ. Ну, а сейчас мы разыграем наушники, собственно говоря, перед участниками программы лояльности, раз уж у нас офлайн мероприятие, и вы пришли не просто послушать занудные рассказы про искусственный интеллект, а еще и получить призы. Для этого у нас, очевидно, есть вот такой пакетик. Всегда хотел быть вот в роли ведущего русского лото, но, к сожалению, тут у нас не бочонки, у нас здесь бумажки. Я их вот так перетрясу. Заглядывать не буду, хотя мне все равно ничего не говорит информация, которая там. И есть ли у нас здесь человек по имени Вадим? Ну, Вадим один, поэтому номер телефона, ну, заканчивается на 88. Все, Вадим, поздравляю, наушники Galaxy Buds, F-E, теперь твои, насыщенные басы, шумоподавление, и все вот эти вот технологии прямо у тебя в кармане. В общем, вот такая была у нас неформальная, как мне кажется, надеюсь, не очень скучная презентация с обзором не только новинок, но еще и возможностей. Я вам, в конце концов, наглядно показал, что они из себя представляют, на что эти смартфоны способны, ну, а вы уже дальше будете решать, какую именно модель вы бы хотели себе приобрести. Ну, а зрители онлайн-трансляции, надеюсь, что вам тоже все понравилось, и имейте в виду, что если вы станете членом программы лояльности, то в следующий раз вы также сможете оказаться на подобном мероприятии. Ну, а у меня на этом, пожалуй, все. Можем дальше продолжить неформальное общение, у нас там вроде как даже красиво есть какой-то фуршет. Ну, а со зрителями онлайн-трансляции я на этом прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Продолжение следует...